Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой сегодняшний гость говорит, многие христиане не имеют доступа ко всем небесным благословениям. Он знает, как разрушить это проклятие и высвободить все благословения на вас и для вас. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет. Исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. У нас в гостях Ларри Хак. И у меня есть вопрос. Каким образом вам удалось получить премию за достижение от правительства Израиля, несмотря на то, что вы христианин из неевреев? Это нонсенс. Сид, дело в том, что я влюбился в Израиль. В еврейский народ и в еврейские корни священной Библии, не потому что я еврей, а потому что мой Спаситель, Иисус Христос, еврей. Как вы знаете, для евреев одно из самых грандиозных пророчеств о приходе Мессии – это весть об откровении богоязычникам и о том, что последние поймут то, чего они никогда не понимали. И последние станут в итоге первыми. А еще вы встречались с Нетаньяху. О, да. Расскажите об этом. Встреча с Беньямином Нетаньяху состоялась за два месяца до начала пандемии и изоляции. Я сидел напротив премьер-министра и спросил его, господин премьер-министр, насколько важным является открытие ступенчатой дороги. Этот вопрос давно беспокоил меня. Ну так расскажите нам немного об этой дороге. Ступенчатая дорога начинается у пруда Силаам. По ней восходили к храмовой горе во время великих праздников. Во время праздника Кущи, к примеру. И есть обстоятельства, связанные с пророчествами, которые очень радуют меня. Скептики говорили, они никогда не сбудутся. Это невозможно. Библия – это сборник сказок. Только Господь может исполнить их. Точно, это пророчество, которое сбывается сегодня. Я спросил Нетаньяху, насколько важным является открытие ступенчатой дороги. Его глаза наполнились слезами, и он сказал, «Среди моих предков были иудеи и христиане. Они ходили по этому пути». Потом Беньямин Нетаньяху сказал мне так, «Однажды мы пойдем по этой дороге вместе». Мы вместе с вами будем поклоняться Мессии. Нам осталось ждать совсем недолго. О, это будет очень скоро. Подумайте о библейском пророчестве и подумайте о Божьем Слове. Вы сказали, что многие христиане не понимают Божьего времени. Согласно информации из календаря, субботнее тысячелетие начнется через несколько лет. Тогда Мессия установит свою власть. Никто не знает дату Его прихода. Никто не может знать дату, но мы верим, что Он придет к нам очень скоро. В книге вы говорите о пророчествах. Ларри, почему вы называете их живыми? Они не относятся к прошлому. Они не относятся к будущему. Это семь пророчеств о церкви Иисуса Христа и Израиле. Они о зрителях и о пророчестве Библии. Два года назад в моей семье произошел случай, и мы очень сильно нуждались в чуде. Бог сказал, я помогу вам сейчас. В последние дни Бог изольет Свой Дух на всякую плоть. На иврите изливать — это хлынуть. Бог прольет на нас не капли исцеления и мудрости, а реки. Я видел источник с елеем. Я тоже видел. Так расскажите. Я видел именно Его. Он начал фонтанировать с елей, лился все время. Мы нуждаемся в сверхъестественных вещах. Это поможет нам ускорить приход Христа. Нам нужно подтверждение Библии. Это чудеса, знаки и знамения. Сид, на самом деле это уже происходит, и назначенное Богом время уже наступает. Бог подтверждает свое слово этому миру. Иисус — это Мессия. Он подкрепит слово знаками, чудесами и многими знамениями. Ларри, я знаю ваше прошлое. Я брал интервью у вас много лет тому назад. Я знаю это. Перед нами сидит симпатичный парень, но он когда-то был наркодилером. Когда-то Ларри был зависим от наркотиков. Вы проходили программу «12 шагов с Иисусом Христом». Вы сказали, что прошли программу «Только один шаг». Поясните. Когда-то у меня было ранчо в Колумбии. Я провозил наркотики в США. Я сидел на кокаине и героине. Я принимал наркотики 10 раз в день. Было 7 федеральных объявлений о моем аресте. Однажды в полночь мы с друзьями сели в фургон в Миссури и двинулись в Аризону. Есть такая фраза, и звучит она так. «Я бежал от длинных рук закона и оказался в сильных руках Бога». Это про меня. У меня были волосы до пояса. Я носил серьги в ушах. Руки все были в татуировках. В общем, ужасно. Согласен. Аминь. В прошедшем году моя мама сказала моей жене, «Ты понимаешь, мы не ожидали увидеть Ларри живым». Есть еще выражение. Наркомания – это призвание на всю жизнь. А Библия говорит, «Тот, кого освободил сын, воистину свободен». Я буду краток. Однажды ко мне пришел человек. Он подошел ко мне и сказал, «Я должен сказать вам кое-что. Вам очень нужен Иисус». За три дня до этого он тоже, как и я, был наркоманом. Верующие молились вместе с ним и за него, и он принял Иисуса. Он спасся недавно и начал служить Богу, ведь так через три дня. «Я благодарю тебя, Господи Боже, за миниатюрного испанца Билла Трихо. Он ходил по улице. Я сидел там, такой важный. А он нервничал». Билл Трихо мотался туда-сюда по улице, и я подумал, «Он хочет купить у меня наркотики». Он подошел и сказал мне, «Вам нужен Иисус?» Я спросил, «Что?» Он не оставил меня и продолжал навещать. Я жил с девушками, потом они спаслись. Билл продолжал навещать меня. В конце концов я сказал, «Я приду в церковь с тобой». Там шел фильм «Дорога Евангелия». Я сказал, «Я приду в церковь, а ты обещаешь, что не вернешься». В церкви я увидел фильм о Христе, умирающем на кресте Голгофа за меня. Он умирал за меня лично. Я вышел каяться, но я не помню этого. Я поднял руку, там было где-то 50 человек. Я поднял руку, но я отказался выйти к алтарю перед всеми людьми. Я не помню. Как я встал со стула и все-таки пришел к алтарю. Помню только то, что никто не пришел помолиться со мной у алтаря. На мне не было ни рубахи, ни ботинок. На мне было только такое странное, испанское, длинное пончо. На мне было очень много татуировок. Бедные христиане просто испугались меня. Прихожане посмотрели на меня и сказали так. Ой-ой-ой. Да, они сказали, он не покается, но Бог вел меня к покаянию. Я не знал молитвы и не знал о христианстве абсолютно ничего. Я сказал, Бог, если ты есть, то стань реальным для меня. И сейчас нас смотрят люди, которые думают, что они никогда не придут к Господу Богу. Но Бог желает сотворить чудо спасения вашей жизни уже сейчас. Бог привел их сюда Святым Духом. Бог — это Бог сверхъестественных явлений. Утром я крутил косяки с марихуаной. Я начал крутить косяки, а потом сказал, «Слушайте, мне так хорошо, что они мне просто уже больше не нужны». Я обновился. Бог лучше этого. Бог лучше всего. Я сказал, я не хочу потерять ощущение счастья с Богом. У меня не было желания употреблять наркотики. Уже никогда. Да, Христос и Святой Дух спасли и освободили меня. Господь спас вас и освободил от наркотической зависимости. Дело в том, что судьи его города предложили ему выбор. Если ты не хочешь загреметь в тюрьму за контрабанду наркотиков, то ты должен ходить в церковь. Вот такое они поставили ему необычное условие. Разумеется, Ларри остался в церкви, и к нему направляли наркоманов. Впоследствии я стал пастором церкви в Санта-Фе, Нью-Мексико. Вы только представьте себе, мы собирались в здании ликер и мясные продукты. Справа от здания закрывшегося магазина была точка сбора бандитов. Мы привели Господу Богу наркоманов, живших под мостом на той стороне улицы. За три года служения шесть тысяч подростков покаялись и крестились Духом Святым. Одна из газет напечатала статью о детях, которым мы служили, об их прошлой и настоящей жизни. Ко мне начали поступать звонки от судей из Альбукерки и самого Санта-Фе. Один из судей позвонил мне и сказал, мы слышали, что только ваша программа приносит настоящие, ощутимые результаты. Скажите, из чего же она состоит? Я ответил, отдай жизнь Христу, крестись во Святом Духе и проповедуй Благою Весть. Это взбудоражило город. Такие простые три пункта, Ларри. Однажды Господь Бог показал вам периоды в хронологии Его истории. Почему эти периоды так важны? Бог остается неизменным всегда, каждую секунду. Библия говорит, взывайте к Господу, когда Он близко. Я был пастором в Далласе, и солнце восходит в Далласе в каждом из 356 дней в году. В августе тепло, которое дает солнце, отличается от тепла в январе. Солнце одно для всех, но оно ближе к нам. Есть одна духовная закономерность. В назначенные Господом времена и сроки, благодать, чудеса, сила и помазание, исцеление, процветание и изобилие изливаются в большем объеме, чем в другие даты календаря. Во время, когда Мессия еще не пришел, благословения изливаются безмерно. Окна раскрыты широко. Вспомните в Артемея. Иисус входит в ворота Иерихона. Написано, что Иисус проходил мимо. Он исцеляет и освобождает, но он идет при этом мимо. Однако, в Артемеи решил не пропускать эту возможность, и он понял, что она, эта возможность, конкретно для него. Пророк Малахия говорит, я открою небесные окна для вас. Мы не живем под окном рая, которое открыто лишь для послушных христиан. Это окно открыто над нами и сейчас, над всеми. Когда мы верим в это, окно открывается. И есть канал, по которому блага текут каждому из нас. Когда мы вернемся после нашего блока с важными объявлениями, я попрошу пастора Ларри Хока высвободить Божьи чудеса, разрушить проклятие и провозгласить излияние благословения Авраама над вами. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». В течение двух недель я смотрел вашу удивительную и интерактивную программу «Это сверхъестественно». С тех пор я смотрю ее каждый день. Программа всегда касается меня. Я получил исцеление от травмы шеи и позвоночника прямо во время просмотра вашей программы здесь, в Папуа-Новой Гвинеи. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Это сверхъестественно. Пастор Ларри, я считаю, что вы проповедуете на одну из самых важных тем во всем Священном Писании. Да. О чем она? Иисус идет со своими учениками, он поворачивается и говорит, «Кем считают меня люди?» Петр начал перечислять людей. Иисус задает самый важный вопрос. «А вы кем считаете меня?» Петр сказал, «Ты Христос». Мы понимаем это, но зритель может не понять. Еврей Иисус задает еврею Петру вопрос и получает типичный еврейский ответ. «А вы сами, кем считаете меня?» Петр получает откровение и ни сном, ни духом передает его Иисусу. У Петра был ответ. «Ты Иешуах, Амашеах, Мессия?» «Мессия» — это помазание. На иврите это слово имеет два смысла. Он снимает бремена. Он уничтожает бремя. Это важно знать, ведь христиане познали его как того, кто снимает бремена. Я принял Христа Спасителем, и Он удалил мои грехи. Также Христос уничтожает Ерму. Вспомните о Христе в Йом-Кипур. Я писал об этом в книге. В Йом-Кипур евреи приносили первосвященнику две жертвы. Кровь первой жертвы проливали для прощения грехов, чтобы эти грехи потеряли силу. Вторую жертву резали для снятия проклятия. Христос пришел не только для прощения грехов. Он пришел разрушить семейное проклятие или родовое проклятие. Это может быть зависимость, гнев или жестокость. Апостол Петр ответил ему, «Ты, Мессия, ты пришел не только для того, чтобы простить нам грехи. Ты пришел для разрушения проклятий». Вспомните, что было в Йом-Кипур. «Первосвященник входил во святое святых в храме и кропил кровью семь раз». Сколько раз Иисус пролил кровь? Семь раз. Сид, вы понимаете, это очень важно, чтобы люди узнали об этих библейских пророчествах. Важно не только разрушить проклятие, связанное с наркозависимостью, или семейное проклятие. Святой Дух разрушает все это одновременно. Эти библейские пророчества просто кричат нам важную истину. Мы исполняемся здесь и сейчас. Господь поможет тебе решить всякую проблему, потому что Он не только освобождает, но и снимает бремя. Ларик, ваша новая книга посвящена семи живым пророчествам. Почему вы назвали их именно так? Они сбываются прямо сейчас. Эти предсказания Бога о просто невообразимых вещах. Если вы правильно поняли Ларри, то они названы живыми пророчествами, потому что вы и я, и Ларри живем сейчас, и они произойдут на наших глазах. Мы с вами увидим их воочию. Если пророчества не укрепляют вашу веру сейчас, то поток с небес нахлынет на вас в любом случае. Будьте смелее. Ларри повидал кучу чудес, ведь он стал благословением для евреев и для язычников. Небо открыто над Ларри. Пастор, у вашего внука была лейкемия очень редкого вида. Болезнь казалась всем неизлечимой, и вы хотели уже даже сдаться. Так что же случилось потом? Расскажите. Мы были в Иерусалиме на открытии посольства. Мы обедали с чиновниками из правительства Израиля и США. Мне позвонили и сказали, у моей жены есть пророчество для вас. Она сказала, я знаю, что вы очень заняты сейчас. Бог сказал мне, звони Ларри прямо сейчас. У меня есть для него слово. И звучит оно так. Лев зарычит в Иерусалиме. Я сказала, что это означает? Она ответила, я не знаю. Бог просил передать это вам сейчас. О, да. Две минуты спустя мне позвонил сын. Моему внуку Лайену, то есть Льву, было 7 месяцев. Сын сказал, помолитесь за Лайена. Его отвезли в больницу. Когда мы вернулись в США, врачи сделали анализ крови. Мы собрались в медицинском центре. Мы, врачи и медсестры, были в палате. Там был капеллан. Специалисты сказали, у Лайена лейкемия редкого вида. Только позднее они сказали о том, что дети с такой болезнью не выживают. Мы сразу же начали молиться. У нас есть друзья среди христиан и среди раввинов. Они молились Богу за исцеление нашего Лайена. Три недели спустя нам позвонили врачи. Мы проводили тесты в этой области. Кстати, есть несколько видов рака, который развивается у детей. Нет документов, касающихся истории рака у детей, где происходило бы такое выздоровление. Кстати, у Лайена не было плохого гена. Мы узнали, что в подобных случаях он есть, но у него был такой ген, которого не было ни в одном из подобных случаев. Дети в таких случаях не выживают. Они умирают в 95% случаев. Это было два с половиной года назад. И сегодня наш Лайен здоровый, большой, крепкий и веселый. Они назвали его геном Божиим, потому что в нем был совершенно иной ген. Они сказали, такого раньше мы никогда не видели. Ребенок с таким диагнозом не мог бы выжить, но Лайен живой. Так сказали врачи. Доктора назвали его ген Лайена. Мы прошли тест. Одна из медсестер в той больнице – еврейка. Ее коснулось это чудо. Медсестра впервые выехала в Израиль. Она принесла записку с именем Лайена к стене плача в Иерусалиме и усиленно молилась за Него. Когда она молилась, она увидела чудо исцеления. Она посмотрела на стену и вернулась к Богу. Бог сделает чудо и для вас. Друзья мои, что бы ни случилось с вами, поверьте в то, что Небесный Отец может и хочет вам помочь. У вас крепкая вера, поэтому помолитесь за зрителей. Я попросил Ларри молиться за чудеса от Бога. Если вы проявляете ненависть к евреям в той или иной форме, или если ваши предки проявляли ненависть к евреям в той или иной форме, то пастор Ларри готов разрушить это проклятие. Христос стал проклятием за вас. Вам не нужно нести наказание за их проклятие. Итак, пастор, молитесь, пожалуйста. То, что мы свяжем на земле, будет связано на небе. Во имя Иисуса Христа мы связываем всех духов болезни и зависимости. Мы связываем всех духов врага, атакующего ваших детей. Через кровь Господа Иисуса Христа мы развязываем исцеление, освобождение, свободу, благословение и помазание. Тот, кого освободил Сын, тот истинно свободен. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу за то, что Ты касаешься нас сейчас. Во имя Иисуса. Отец, разрушь все проклятия расизма и проклятия антисемитизма. Твое Слово говорит «Я благословлю благословляющих Израиля и прокляну проклинающих». Мы разрушаем это проклятие неприязни к Израилю. Мы высвобождаем благословение, стоя на стороне Израиля. Мы благословляем всех евреев и страну Израиль во имя Иешуаха Машеаха, нашего Господа, Мессии Иисуса. Аминь. Аминь. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека, один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Кори Рассел. Смотрите следующий выпуск «Это сверхъестественным». Я научу вас молиться так, чтобы получить доступ к небесам. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.